Благодарю тебя, мой Вседержитель Спаси метущуюся мою душу И всех живущих на земле И всех живущих на земле Благодать Святаго Духа через нашу мерность Производит тебя боголюбезнейшего архимандрита Павла В избранного епископа богоспасаемого града Ханты-Мансийска Решение патриарха Кирилла совершенно обоснованное Это его инициатива И до принятия сенудом решения он со мной обсуждал Боголюбезнейшего архимандрита Павла Избранного епископа богоспасаемого града Ханты-Мансийска Помолимся Убанем Правящий архиерей новообразованной епархии Владыка Павел Закончил Ленинградскую духовную академию в 1996 году В тот же год рукоположен архиепископом Костромским и Галичевским Александром в Адиаконе, а затем в Апресвитере Пострижен в монашество с именем Павла В честь преподобного Павла Абнорского и Комельского чудотворца Утвержден наместником Свято-Троицкого и Патерского монастыря в Костроме Возведен в Сан-Игумене, а в 1998-м в Сан-Архимандрита Нес послушание помощника начальника русской духовной миссии в Ярусалиме С 2003 года настоятель Свято-Николаевского собора в городе Сан-Франциско С 2007 года настоятель Свято-Николаевского ставропедиального прихода в Риме В 2011 году возведен в Сан епископа Ханты-Мансийского и Саргузского Наш регион получил владыку благословения святейшего, патриарха Кирилла Я встречал его в аэропорту, когда он впервые сюда приехал Никогда не забуду, как мы тут и караваи пекли И готовились встречать в аэропорту с цветами владыку Я до сих пор вижу в красках, ярких красках, как мы встречали Как мы первый раз видели владыку Суета была, знаете, такая вот прямо праздничная, какая-то торжественная Все новое принимаешь с трепетом, да, неизвестность, что тебя ждет, кто приедет Мы понимали, что к нам идет очень большая помощь, идет большой импульс по развитию Вот эти святые дни, святой Троицы, рождением нашей с вами церкви, нашей епархии Первая служба владыки Павла в кафедральном соборе Воскресения Христова С духовенством и Егорской паствой, которые долгие годы мечтали об этом дне Когда я приехал сюда, я просто думал, с чего начинать? Вообще в растерянности был Не было ни здания епархиального управления, ни этого рабочего кабинета, да и собственной крыши над головой Жил 7 месяцев у гостиницы «Егорская долина» благодаря Дмитрию Александровичу Мизголину, который меня содержал там Как он говорит, первый прихожанин И что меня удивил владыка тогда, его интересовали вещи, скажем, не связанные, где он будет жить, какие у нас власти, какие отношения с кем Его прежде всего интересовала карта округа и передвижение А карта округа и его епархии – это 540 тысяч квадратных километров Епархия, как он ее понимает, да, это будет движение Начинать пришлось все с чистого листа Не хватало ни храмов, ни священников И владыка Павел начинает строительство За пять лет в его епархии было возведено 146 храмов А в стадии строительства находилось еще 27 Создать новые храмы, создать то, что мы называем церковью Церковь – это пастыри, которые пасут, люди, которые ходят в храмы И, конечно, архипастырь, который является, по большому счету, главнокомандующим всей этой армии Христовой Масштабы преобразования его епархии поразили наше воображение Но только не самого владыку Павла Во время прощального обеда он сказал Вот вы приезжайте к нам лет так через пять Вот тогда, с Божьей помощью, нам будет что показать А здесь 10 лет, они настолько незаметно прошли Когда они прошли, даже не знаю Мне кажется, совсем недавно Мы видим, что уже много сделано Уже очень много наработано Еще нужно приложить много труда для того, чтобы эти храмы, они были наполнены молящимися именно людьми И которые имели бы крепкую веру Богу служить можно только через людей Невозможно Богу служить, не служа ближнему Хочется служить Богу от полноты своего сердца В своем архипастрии мы это видим Его любовь, его внимание не только к прихожанам, но и к пастрям своим тоже Вот, это очень дорого Служить Богу, значит служить ближнему, людям служить И отдавать все силы на это служение Настоящий духовный лидер Человек, который обеднеет вокруг себя всех тех людей У которых общая система ценностей И вот у ладыки есть уникальный дар Качество великого молитвенника Качество великого строителя И качество человека, который может говорить на простом языке с людьми Я даже не могу себе представить ситуацию, когда было недопонимание У нас общий язык найден со всеми структурами, со всеми подразделениями, скажем, власти Если говорить о уровне взаимодействия и взаимной ответственности То упомяну отношения, решения, которые мы совместно принимали в период пандемии Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими И огради нас от губительного поветря на недвижимого Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих Покаяния с теплой верою и сокрушением сердечным Я призываю вас, мои дорогие, воздержаться от посещения храмов В первые дни пандемии здравоохранение всей России находилось в сложном положении Понимая непредсказуемость развития эпидемии От епархиального управления Владыка Павел передал 10 аппаратов ИВЛ для нужных больниц Священнослужители епархии совершили крестный ход по всем городам и поселкам округа в день особой молитвы Органы власти и Владыка двигались навстречу друг другу во имя безопасности каждого человека и в целом региона И тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Дуку Ныне и пресной во веки веков Аминь В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Владыка Павел и духовенство епархии с молитвами и чтением акафистов Совершили воздушный крестный ход над всей территорией округа В сентябре 2018 года Ханты-Мансийскую и Сургутскую митрополию В очередной раз посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл Приезд святейшего в округ, я бы сказал, что это внутренний подъем всех, всего народа Впервые святейший патриарх прибыл в самую молодую епархию русской православной церкви в сентябре 2013 года В Кафедральном соборе Воскресения Христова Патриарх Московский и всея Руси Кирилл великим чином осветил храм Прежний губернатор округа Александр Филипенко понимал важность возрождения православной веры И лично курировал строительство храма Он объединил все крупные нефтяные, газовые и финансовые компании Лукойл, Сургут, Нефтегаз, Юка, Славнев и Ханты-Моисийский банк Без которых возвести такой собор было бы невозможно Настоятелем собора в то время был протеерей Сергий Кравцов Вы, кстати, были первым священником, с которым я познакомился на Ханты-Моисийской земле Это было уже 15 лет назад Вы тоже помните? Да, время быстро идет Один из первых священников, который прибыл в Ханты-Моисийск сюда Как первопроходец, здесь постоянный священник был Отец Сергий служит в Ханты-Моисийском округе почти 25 лет Еще в 2000 году на фундаменте старой обители он участвовал В восстановлении храма Покрова Пресвятой Богородицы А через 20 лет, в 2020 году, с благословением владыки Павла Покровский храм был впервые расписан Сегодня даже людей стало больше приходить в этот храм Как-то активизировалась жизнь в этом храме после росписи Храм преобразился уже, когда прибыл к нам На новую образованную кафедру, митрополит Павел Не прошло и года, с приезда владыки Павла в епархию Как с его благословением в Кафедральном соборе Воскресенье Христово начались работы по росписи храма В сербско-византийском стиле Мы видим росписи этого храма Мы видим дополнительные киоты Те святыни, которые сейчас являются нашим достоянием этого храма Конечно, это же духовный центр Югры В нашей епархии четыре гимназии, полноценных учебных заведений С православным уклоном Одна из них уже много лет работает При Кафедральном соборе Воскресенья Христово В городе Ханты-Мансисто Также, когда мы ходим на службы Мы молимся Богу И это нас объединяет Все друг за другом бороют Все друг друга очень сильно любят Здесь хорошие ребята, хорошая программа И верующие все Нас научили смирению Нас научили любить Ведь это самое главное в нашей жизни Мы в ответе за них сегодня И с нас Господь спросит А ты что преподал Ему? Ты чему научил? Ты что передал Ему? Эта школа дала нам действительно многое Начала смотреть на мир немного другим взглядом Она заложила в нас то Что, я думаю, не заложила бы в нас ни одна светская школа У нас, конечно, изучается закон Божий Основ православной культуры Церковно-славянский язык Сейчас моя вега лишь укрепилась И хочу стать батюшкой Связать свою жизнь с вегой в Бог Он растет еще совсем молодое поколение Это вот наш бывший гимназист Бывший гимназист Тихон сегодня заканчивает Московскую духовную академию Это особая гордость и особая радость Которые поступили и отучились Вот заканчивают семинарию Мы сегодня изучали про святую семью Николая Второй Мы должны знать свою историю Свою культуру, свою веру Как они мучились Как они попали в лик святых И жить в соответствии И хранить эти великолепные ценности На которых держится и держала всегда Русь На этом историческом месте Западной Сибири Сливаются реки Об и Иртыш Где с благословения владыки Павла Возведена часовня-маяк Святителю Николаю В свой первый приезд Здесь побывал и святейший патриарх Кирилл Могу себе сказать Единственная часовня на воде Которую освещал патриарх всей Руси На слиянии великих рек Второй визит патриарха Кирилла Состоялся через пять лет В город Кагалы Но обнови нас, молящихся Великим чином его святейшество Патриарх Кирилл Осветил новый храм Мученицы Татьяны Возведение этого храма Принимала участие Нефтяная компания Лукоилл Президент Публичного акционерного общества Лукоилл Олег Первов Вагит Юсуфович Удостаивается ордена Русской Православной Церкви Слава и Чести Третьей Степени Аксиос! 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 Еще в 2014 году Состоялось историческое событие Митрополит Ханты-Мансийский Павел И президент компании Лукоилл Вагит Алик Первов Заложили камень На месте будущего храма Святой мученицы Татьяны В Кагалы Благословенно и знаменно Будем место сие в дом молитвенный За пять лет Строители возвели Этот поистине Грандиозный собор Который стал Духовным центром Для православных верующих Города и всей Митрополии Это один из самых Красивых храмов Который мне пришлось Осветить в последнее время Для правящего архиерея Это в свою очередь Экзамен И духовная радость Что тебе есть что показать Своему отцу О своей церкви Порадовать его Тем строением Ради которого он приезжает Сердечно благодарю вас За ваши труды Вы очень многое сделали Во благо святой церкви И благодарны за эти труды Я хотел бы вам вручить Эту святую панагию Аксиос Аксиос Деятельность Митрополита Ханты-Мансийского И Сургутского Павла Не ограничивается Только заботами О церковных делах В епархии Владыка Павла Отчаствует В совещательных органах Которые рассматривают Вопросы По организации воспитания По установлению Дружеских отношений Это Такое Знаковое направление Это стратегия Что у нас сегодня Стараниями Владыки Мы вводим истоки Культурные Образовательные Программы Начиная с детских садов Продвигая в школы У нас подписаны Соглашения с департаментами У всех уровней И сам мы ведем Активную работу По переподготовке Учителей По основам Православной культуры По социокультурным истокам Под патронажем Владыки Павла Ежегодно проходят Пасхальные Кирилло-Мефодьевские Образовательные чтения Он активно участвует В окружных конференциях И круглых столах По духовно-нравственному Воспитанию И развитию Гражданского Общества В рабочем графике Владыки Павла Множество Различных Официальных И светских Мероприятий Но важнейшим Из них Являются Встречи с Юным поколением И молодежью Югры Которым он И духовенство Метрополии Уделяют Особое внимание И заботу Россия всегда Была православная Остается православной И будет православной Об этом говорил Президент Нашей страны И никакого Отделения Своей паствы От государства Быть не может За эти 10 лет Владыков Выстроил Дружеские Деловые отношения Со всеми главами Муниципальных Образований Округа А у мэра Города Ханты-Мансийска Максима Ряшина Он еще и Крестный Отец Его детей Но как говорится Дружба дружбой А служба Службой Работа идет Мы уже выделили 6 участков В городе Канты-Мансийске Для строительства Храмов и часовен И уже эта работа ведется Владыка Иванова Вот она Часовня Вот такой общий план Как она будет выглядеть Это вот Ее облик Внешний Это уже По заданию Города Разработан такой проект Эскизный По замыслу Владыки Павла Часовня будет стоять На месте Где в годы Сталинских репрессий Находилось здание НКВД Здесь их выводили Они копали себе ямы Здесь расстреливали И здесь же Закопывали их За годы репрессий Было уничтожено Более Шести сотен Жителей Югры Зажигаться будут лампады Будет гореть Во время поминальных дней И когда здесь будет Богослужение отправляться Ну и конечно же Будет помнить Что такого в жизни Не должно быть Его основная роль Здесь в Югре Историческая Настоящий Духовный отец Для всех жителей Югры Редко где такое есть Соработничество Сотрудничество И строительство Стольких храмов И тех программ Которые сегодня Совершаются здесь Мы Как Владыка говорит Соработники И это слово Соработничество Оно вошло В обиход многих людей Благодаря именно Работе здесь Владыки С главой Нижневартовского района Борисом Соломатином У Владыки Павла Сложились особо дружеские Душевные отношения Которые стали примером Сотрудничества Церкви и власти Мы всегда говорим Выговорю Забыть о благе социальном А я о благе духовном В Нижневартовском районном Болгачине Построено 9 храмов И открыто 4 молитвенных комнаты Что касается Нижневартовского района Немножечко другой мир Люди с другим укладом Болгачинный Нижневартовского района Настоятель храма В честь Иоанна Кронштадтского В городе Радужный Протеерей Сергий Ноздеркин Строгий к себе И к приходу Ну и такой знающий свое дело Так вот я думаю Что паства Она конечно Такая нашего Благочиния Районного Нижневартовского Она еще Живая Она еще Душевная Поэтому мне кажется Что нужно больше Внимание Людям Душевно уделять Сделано настолько много Для того чтобы Православный мир Гордился своими Культурными традициями Обычьями Живем именно так Сегодня Заботимся об одном И том же человеке Делаем одно Общее дело Уверен что Вот в истории Югры В истории Города Кантамансийска Деятельность этого человека Она останется Навсегда Потому что Она оставляет Эпохальный след Сегодня Жизнь и служение Священнослужителя Она настолько Многообразная И разнообразная Это и в спорте И в культуре И в образовании Идут тактические занятия Военно-патриотического клуба Ротоборец Он создан Настоятелем храма В честь Вознесения Господня Иереем Андреем Вензой И главой сельского поселения Горноправдинска Олегом Садковым Молодыка Павел Благословил начинание Он сам прошел Воинскую службу В рядах Военно-воздушных сил Советской армии Был старшим сержантом Заместителем Командиров завода А потом И роты Я очень хорошо Стрелял С автомата Калашниковой Из трех Которые были Даны У меня было 29 Очков То есть Две десятки Девятка Члены клуба Поддерживают Славные традиции Защитников Своего Отечества Изучают Героические страницы Истории России И подвиги Святых Полководцев Духовенство Епархий Не отстает От времени И активно Использует Социальные сети В общении Со своей паству Христос Воскрес Из мертвых Смертью смерть Попрал Исущий Мордей Живот Настоятелю Храма Святителя Николая Чудотворца В Белом Яре Протеерей Георгию Кошелеву Выпало Непростое Служение Много лет Он окормляет Колонии Общего И строгого Режима Да, это Рецидивисты И порой На третьей ходке Они начинают Задумываться О Боге Как правило Многие Заключенные Впервые Приходят в храм Потому что Многие Даже и не крещеные Впервые За всю историю Исправительных Заведений Западной Сибири Колонию Посетил Метрополит Кантемансийский И Сургузский Павел И для них Это была Такая Действительная Радость Были в храме Они Причащались Уладыки Ранее Исповедовал их Они причащались Была беседа Проведена Уладыка С ними пообщался Благословил всех А до сих пор Они вспоминают С теплым Чувствам Человек Меняется И для всех Это хорошо Многие Становятся Действительно Нормальными Людьми А это в целом Оздоравливает Общество За 10 лет Духовенство Епархии С 56 Человек Увеличилось До 123 Священнослужителей Вообще Отличительная Такая Может быть Черта Нашей Епархии Нашей Метрополии Что у нас Достаточно Молодого Перспективного Духовенства Все они Выпускники Санкт-Петербургской Московской И Тобольской Духовных Семинарий И Академии Благочинные Сургутского Района Настоятель Харамовщия Святителя Николая Паратеей Владислав Бронников Тоже молодой Священник Человек Требовательный Исполнительный Слава Богу Мне повезло С благочинными Самое приятное Наверное Совершать Божественную Литургию Когда ты можешь Действительно Отрешиться От всех мыслей И полноценно Отдаться В молитве В благочинии Сургутского Района 15 храмов Три молитвных Комнаты И пять Часовин У нас нет Ни одного Поселения Где не было бы Храма На данный момент Это колоссальное Строительство Храма Но при этом Колоссальном Строительстве Храма в благочинии Пока не хватает В поселке Белый Яр Сургутского Районного Благочиния Два небольших Храма Которые Давно Не вмещают Многочисленную Пасту Поэтому И замахнулись На такой Огромный Храм Может быть От того Что Лет 20 Теснятся В маленьком Храмике Не у каждого Правящего Архиерея Есть Кафедральный Такой Собор По Величине Куколы Огромные Это Кажется Наверху Они Такие Маленькие Здесь Когда я Свещал Они Настолько Большие В диаметре И высокие Я оказался Масенький Строительство Такого Величественного Собора Требует Еще Много Усилий И Главное Средство Но Жизнь Духовной Общины Не Останавливается Здесь Летом Богослужения Проводим Когда Много Народа Собираем Такие Значимые Дни Даже Литургию Служили Навременном Без Иконостаса Для Русской Православной Церкви Это Историческое И святое Место Проплывая По реке Обь Молодой Цесаревич Будущий Император Николай Второй Останавливался В Белом Яре Поэтому И решение Было Принято Построить Храм Казанской Иконой Божьей Матери И царственным Страстотерпцем Открытие В Западной Сибири Крупнейших Месторождений Нефти И газа Стало Для Советского Союза Огромным Событием На освоение Севера Выезжала Молодежь Из разных Уголков Страны Они Приезжали На время А оставались Навсегда Многие Десятилетия Это был Самый Атеистический Регион Где была Вера Только В одно Нефть И газ Любой Ценой Быть здесь Священником Было Очень Непросто Я С 1990 На Пасху Меня рукоположили И направили Сюда В город Нехтьюганск Он уже 25 лет Как Здесь На севере Наверное Один из первых Священнослужителей Который Прибыл Сюда В округ Здесь Не было Еще Ничего Только Был Небольшой Болочек На окраине Города Тем не менее Мы совершали Все службы Все таинства Крещения Венчания В 2011 Году Владыка Павел Назначил Протеерея Николая Матвейчука На вновь Образованное Нептьюганское Благочиние Человек С опытом Житейским С опытом Священническим Такой Фундаментальный Если он За что-то берется То он делает Это капитально На века Конечно Мы видим Что те люди Которые жили На севере Они перестали Выезжать С округа И они Тоже Сегодня нуждаются На качественном Окормлении Сегодня В Нептьюганском Благочине У отца Николая 15 храмов Две часовни И две молитвенные Комнаты Сегодня город Разрастается И вот уже В новом микрорайоне Строятся дома Там уже Вокруг Около 15 тысяч Населения Рассчитано Заселяются дома И конечно Всех дети И покрестить Нужно И на причастие Привезти И на исповедь Сами приходят И потихонечку Народ приобщается Здесь уже ходят По воскресеньям Совершается Богослужение Здесь Суббота Вечер И воскресенье Совершается Литургия И люди приходят Домов Его святейшество Святейший патриарх Кирилл Когда приезжал Сюда К нам Он говорил О том Что желательно Чтобы хотя бы На 10 тысяч Населения Был один храм Чтобы было Доступно Для людей И в каждом Микрорайоне Был храм Как говорят Шаговой доступности Да Все думают Ну чтобы там Рядом магазины Были Там школа Детский сад А вы думаете О том Чтобы храм Да Да Душа тоже Нуждается В духовной пище Не в меньшей мере Чем физически Чаяния Егорской пасты Для владыки Павла Не остаются Без его внимания И когда жители города Обратились С просьбой О возведении На центральном кладбище Небольшого храма Это было Исполнено В кратчайшие сроки И сегодня Все нефтьюганцы Сюда приходят Дни своего поминовения Приходят помолиться Здесь Это место Где Отогревается Человеческая душа От скорби От беды Умягчается Здесь Очень большой Микрорайон И тоже В этом микрорайоне Нет храма Немножко еще Не дозавершен Скажем Не завершено Строительство Но уже Скажем На выходе И в этом поселке С необычным названием Сингапай Который местные жители В шутку называют Наш Сингапур Никогда не было Ни часовни Ни храма И он Первый исторический Вообще Здесь Храм Нефтьюганском районе Это Первый храм Где Будет у нас Роспись На строительство Храма По старой Православной Традиции Собирали Всем мир Но без Участия Братьев Василия И Петра Будванов Возведение Храма Было бы Невозможно Да Слава Богу Слава Богу Я благодарен Что Господь Дал мне Таких людей Которые Построили Этот храм Он очень нужен И великолепный Храм И такие Великолепные Храмы Возводятся И освящаются По всей Епархии Каждый год А в стадии Строительства Еще 22 Храма Кажется Вот 22 Вроде бы Я сейчас построю И все Уже больше Нечего строить Будет И это С года в год Переносится Ты освящаешь Освящаешь Где-то Начинаешь строить И этот процесс Он бесконечный Я старался В год Побывать Обязательно Во всех Поселках Во всех Городах Зим Отслужил Всеночное Или Пойково Или Нефтьююганск Ночую В Сургуте В Сургуте Служу Утром Днем Переезжаю В Лентор Или Нижнесартымский Там Там ночую Служу Выезжаю Тоже То есть Утро Вечер Служишь А в промежутках Переезжаешь Я не хочу Проводить аналогии Но Христос Он где был Он же Христос не ходил Во дворцах В домах Нету Христа Не на яхтах Крупных Перах И так далее Он же ходил Вот к простому народу И говорил С простыми людьми Практически нету Сегодня в метрополии Мест где бы Не побывал Ладыка Вот таким Таким образом Курсируешь 10-12 дней 8 дней Подряд По приходам То он служит Везде Его место пребывания В самых отдаленных Поселках И это очень важно Когда люди видят Своего Ахи Пастыря Потом Небольшой перерыв На месте В епархии Поработаешь 3-4 дня И уже Я уехал дальше Имеет возможность Не только Совершить с ним Общую молитву Но и пообщаться С ним О делах веры И о своих Житейских делах И проблемах Дети с желанием ходят Участвуют в таинствах Исповедь, причастие Наша задача Воспитать в них Понимание Не кем быть, а каким И кем бы они ни были Какой бы они профессию Не освоили Чтобы они Прежде всего Оставались христианами Какие у вас Примимы в церковной праздник? У меня Самое любимое Рождество У меня Рождество тоже Это когда Иисус Христос Ранился У меня Пасха Пасха Это когда Иисус Христос Воскрес Обязательно Должно быть Воспитание Образованный И Нравственно Воспитанный Вот это Полноценный человек А какие Какие соборы Вот вы знаете В Нижневартовске? Александр Невск Рождество Христово Благощинный город Нижневартовска Настоятель Храма Рождества Христова Протеерей Сергий Шевченко Я его взял Я его взял С маленького поселочка Он там Настоятелем был Очень добрый Хороший человек Очень исполнительный Дорожу Взаимоотношениями И это Обоюдно Слава Богу Слава Богу Когда я только приехал сюда Это был единственный храм Поэтому строительство храмов Для города Это было Наипервейшей задачей Благодаря владыке Устанавливались связи И с администрацией города И с людьми Которые Желали помочь В строительстве храмов И постепенно Стали строиться храм В Нижневартовском Городском Благощине Куда входят Города Лангипас Мегион И несколько поселков Действуют 12 храмов 2 часовни И 4 молитвенные комнаты Но и сегодня Охват храмов Не такой Какой бы хотелось Поэтому отец Сергий Как и все священники Епархии Мечтает и молится Чтобы скорее Наступило Такое время Чтобы храм был рядом Чтобы он был виден Потому что Сам вид храма Он часто христиан Возвышает Внутренне Когда видят купола Когда слышат звон Кем вы хотите стать? Еще не решили? Я таксистом Я буду Ученым И изобретателем Палеонтонка Освященник Когда ты молишься Это Бог всегда Тебе помогает Мы должны Показать молодому поколению Эту красоту Церкви Красоту молитвы Красоту Жизни с Богом Если это получится Молодые люди Останутся Церкви Когда я встречусь с владыкой Я от вас передам привет Да? Да Что мы владыке пожелаем? Многие лета? Да А мы умеем пропеть Многие лета? Да Ну-ка давайте пропоем Многие лета С днем Показать молодому поколению ПЕСНЯ Город, где каждый день совершается не менее десяти литургий, каждый день. А быть под особым покровом у Господа, конечно, под этой благодатью находится весь город и все живущие. ПЕСНЯ Благочинный город Ассургута, настоятель храма Георгия Победоносца, протеерей Антоний Исаков. Человек образованный, человек грамотный, понимающий, знающий, он такой педантичный, точный, конкретный. Отец Антоний приехал в Сургут 18 лет назад, когда в городе было два храма, а сегодня в его благочине 17 храмов, две часовни, пять молебенных комнат и женский монастырь. ПЕСНЯ Пошел запрос на культуру. Храмы стали меняться. Они не просто строятся, они представляют из себя определенную культурную традицию. ПЕСНЯ 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 Здесь одна из сильнейших воскресных школ в епархии. На федеральном уровне мы заняли одно из первых мест. Молодцы! Владыка, доволен? Молодцы, конечно. Вдохновение, Владыка! Да. Спасибо, Господи, Господь благословит, моя хорошая. Господь благословит, спасибо, Господи. До свидания, мои хорошие. До свидания, Божья помощь. Впервые за всю четырехвековую историю города открылся женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Умиления. За этим радостным событием всей Егорской паствы у владыки Павла стояли долгие годы сложной и упорной работы. Я приехал там, был котлован стоял, стены были возведены на треть. И девять лет стояло все недвижимо. И стоял один вагончик. Потом поставили маленький храм Серафиму Саровскому. Но самое важное, кого же назначить игуменей, да и где ее найти? Владыки порекомендовали монахине. Он приглашает ее, а сам в раздумьях. Она приедет или не приедет, захочет или не захочет. Так случилось, что она приехала. Не испугали ее морозы. Да, не испугалась. И слава Богу. Георгия Авгенина закончила высшие богословские курсы при Московской Духовной Академии. В декабре 2002 года совершен монашеский постриг архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием. С приездом матушки Георгия и началась жизнь монашеской общины. И вот он своими как-то усилиями возвели побольше храм Сергия Радонежского. Потихонечку, потихонечку. Одна сестра пришла, потом еще две пришли. Стали сами богослужения петь. Но где же найти средства, чтобы достроить храмовый комплекс? С Божьей помощью находились люди, организации, которые помогали. Вот оно само пошло одно за другим, одно за другим. Настолько, что невидимая десница повела туда, куда нужно. И летом 2015 года Священный Синод постановляет открыть женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Умиления. Монахиня Георгия в связи с назначением на должность игумени, означенной обители, возводится в Санкт-Игумени. Что такое епархия, допустим? Это приходы, храмы, монастыри, скиты. Ну то есть это такая полнота церковная. Когда нет монастыря, нет этой полноты. Монахи немного, но тем не менее 10 человек у нас есть, и помощники есть, и самая главная служба мы сами ведем, поем. Много чего сами делаем. У нас есть в корпусе и пошивочная, и вышивальная есть, и сами просфородеры. Слоняющего в облаке желание Твое, полно лица и опорною. Это такое радостное событие просто. Все ждут Владыка, не только сестры, но и прихожане. Потому что это такой дух особый, на архиереях особая благодать божественная почивает. Женский монастырь – это другая обстановка, более она молитвенна. Или насельницы монастыря, они всецело предаются служению монастырю, Богу, в первую очередь. Когда Владыка приезжает, мы видим, что храм полный, что люди тянутся к Владыке. Владыка Павел отличается особым подходом к богослужению. Он служит очень молитвенно, и очень тихо, и благоговейно. Благодарность Богу, что есть возможность подслужить вместе с Ним, вместе совершать божественную литургию. Для меня это, конечно, дар Божий. Я приехал в город Сургут, вон 300 тысяч не был еще. Простите, меня 18 лет не прошло, он на 200 тысяч вырос практически. Еще чуть-чуть, и скоро будет в два раза. Это же очень серьезный рост. Город растет, а он растет все быстрее и быстрее. Сургут вообще становится таким логистическим центром всего и округа, и севера вообще. Именно в этих направлениях мы планируем строительство новых храмов. Владыка Павел прибыл на строительство будущего духовно-просветительского центра. Все надо проверить и держать под личным контролем. Свайное поле забивается под храм князя Владимира. Так потихоньку, потихонечку строим. Строимся эти 10 лет. Больше 100 объектов построено. А вам нравится больше процесс или результат? И то, и другое. Да. И то, и другое. Радуюсь, когда начинаю, радуюсь, когда освещаю. Уже эксплуатацию запускаем. Порой уже думаешь, ну, остановиться пора бы. А оно, увлеченность, ведет тебя сама туда. Ну, как вот остановишься? Я думаю, что с таким характером, как у вас, не остановитесь. Сургут – студенческий город. Здесь много учебных заведений и государственный университет. По давней православной традиции, с благословения владыки Павла был возведен храм в честь мученицы Татьяны, покровительницы студентов. Вот такой вот храм получился у нас. Здравствуйте. Да, это настоятель храма, отец Андрей. Когда мы освещали храм? Два года уже прошло, да? В 2017-м. В 2017-м. Осветили уже? Да. Время бежит, даже вот не заметишь. Казалось бы, еще вчера заложили первый камень на месте будущего Свято-Троицкого кафедрального собора, осветили, возвели стены и подняли купола, а сегодня он возвышается над городом во всей своей красе. Такой архитектуры еще не построено храма в России нигде. Строительство кафедрального собора ведет компания «Сипромстрой». Производственные совещания со всеми специалистами владыка проводит часто. Конечно, спорят, что-то доказывают, думают, меняют планы, но после долгих обсуждений принимают единое решение. Владыка Павел доволен. Дело идет. В Ханты-Мансийской епархии компанией возведены уже шесть храмов. Среди них и этот уникальный храмовый комплекс в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Именно храм, который мы проконсировали с Владимиром Анатольевичем Кожаевым, сто процентов, и не только храм, но и храмовый комплекс получился. Слава Богу, вроде бы очень хороший и востребованный. Учредители компании Николай Старожук и Владимир Кожаев в строительном бизнесе уже много лет. И казалось им, что в этой профессии для них секретов нет, пока не встретились с владыкой Павлом. Там сделать его выступами и туда купили. Конечно, неогомонный человек в каждую дырку залезет. Даже я техвощей тонкости не знаю, что он по наших храмам, которые мы строим вместе. На ступеньку, если делать, то его сделать... Ну, вот даже на ступеньку. Он реально вещи некоторые подсказывает, которые мы замыленным глазом, может, и не видим. Ну, на ступеньку, на одну, шире не надо. Не надо идти в зал дальше. Что это неправильно, лучше бы вот так. Начинаешь уважать человека этого как специалиста. Наши архитекторы сделали своды, ну, немножко, скажем так, не подумавши, да. Владыщенко приехал и сказал, ну, как бы мягко, что не надо так делать. Было доходчиво, мы все переделали. Ну, да. Свой десятилетний юбилей епархия встречает поистине ударным трудом. 18 храмов в стадии строительства, а к сдаче и освещению готовится еще шесть. Ну, да, как вам удается-то совмещать в себе столько, в общем, профессий? И архитектора, и строителя, и юриста, и бухгалтера, и финансового директора? Не знаю, я думаю, что я только инструментик в руках Божьих. Господь направляет, Господь, наверное, управляет и дает такие возможности, что я стараюсь со всеми быть, жить в мире, не конфликтовать, но и своего не упускать. Правильно. Ну, возможно. И чужого не брать, но и своего не упускать. Понимаете, Владыка, ну, как отец домовитый, как хозяин, просто, ну, научил нас всех, как надо правильно жить и правильно руководить. Владыка идеально выстроил систему управления епархией. Именно такая четко выстроенная система управления позволяет Владыке Павлу подолгу находиться в самых отдаленных уголках своей митрополии. Есть все-таки вот какое-то для вас отличие пасты Сургутской, Канты-Мансийской, Нефтьюганской? Для меня они все одинаковые. Я отношусь ко всем одинаково. Свои отличия есть. Это духовенство, которое там служит. Недаром же поговорка есть, говорит, какой поп, такой и приход. В один из дней, придя на службу в Собор Воскресения Христова, прихожане оторопили, увидев необычных священников. Только потом узнали, что святейший патриарх Кирилл назначил Владыку Павла в дополнение к его служению архипасторем филиппила Вьетнамской епархии. И теперь его новое филиппинское духовенство будет проходить обучение в Ханты-Мансийской епархии. А к прежнему титулу митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского добавились Манильский и Ханойский. Конечно, я очень переживал. А там, что я буду делать? Господи, помилуйся, тем более на Филиппинах, не зная ни филиппинского. И, конечно, пока я не побывал там, я все переживал очень сильно. Только за первые полтора года Владыка Павел посетил свои 33 православные общины, изучил обстановку, выстроил структуру управления, назначил благочинных и секретаря. Секретарь каждый день практически у меня на связи. Принимаем сейчас, катехизируем пять общин вновь со священником. Владыка рукоположил двух священнослужителей, пять диаконок, которые прошли обучение в русской православной миссии. А в Санкт-Петербургской духовной академии проходят обучение в филиппинские семинарии. С приезда Владыки Павла в свою новую епархию, церковная жизнь всех 33 православных приходов с Божьей помощью возродилась. И это только начало. Мне всегда с самого детства хотелось петь, я любил петь. Когда я учился в семинарии, я сделал аранжировку церковного песнопения «Величит душа моя Господа». Многие приходы ее поют и сегодня. Безисление богослово родшую, сущую Богородицу Тя величает. Так, по песне Владыки Павла, мы въехали в мужской монастырь. Семь лет назад, с благословения Владыки, при поддержке президента Ханты-Мансийского банка открытия Дмитрия Мизгулина, здесь началось строительство храма в честь святителя Дмитрия Митрополита Ростовского. В сентябре 2015 года вместе с делегацией Элладской православной церкви, во голове с митрополитом Пантелеймоном, Владыка Павел совершил освящение поклонного креста и закладного камня на месте будущего храма. То есть, когда вы приехали там 10 лет назад, вы даже, наверное, и мечтать не могли, что может быть монастырь? Мы даже не думали, что будет монастырь, а так все складывалось и складывается, что вот сегодня, можно сказать, с полной уверенностью, что наша епархия полноценная и по количеству сегодня приходов, и по количеству паствы, и по монастырям. 29 декабря 2020 года решением Священного Синода подворье преобразовано в мужской монастырь. Его настоятелем назначен секретарь управляющего епархией, игумен Антоний Терпичев. Пострых монашеский принял, послужил и в дьяконском чине, и сейчас, когда зарегистрировали подворье, то он по должности стал игуменом уже монастыря. Хотя еще молодой, 30 лет вот исполнилось. Монашеская жизнь здесь только зарождается. Наш монастырь, он только начинает свою историю, поэтому он малочисленный. Братья небольшая, так что у монаха Филаретана кухня работы немного. Козы внутри, да, птицы в первом сарае, козы во втором, там, вместе с маленькими сейчас. Но монахи успели обзавестись собственным хозяйством. Выращивают в парниках овощи и развели домашних птиц. Черныш, ну не бойся, не стесняйся, пойдем. Отдаваемся, малыши. Бабик. Здесь. А это собственная козья ферма. Яша. Я помню, мы сюда вошли, здесь были еще деревянные балки. Сруб стоял, да. О, такой маленький, да, был. Нет, он не маленький, у нас 150 человек. Все здесь вот так, скажем, по промыслу Божию происходит. Монастырь, конечно, наш храм небольшой, но богат уже, так скажем, духовными святынями. Конечно, благодаря тому, что владыка имеет попечение об этом храме и передает себе эти святыни. Среди святынь мощи святителя Дмитрия, праведного Симеона Богоприимца, великомученицы Варвары, мученицы Марины, иконы с частицами мощей преподобного Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Акафисная икона, написанная на растопленном воске, икона святого великомученика Дмитрия Соломского, привезена с Афона. Передана в этот монастырь в день великого освящения храма благодетелям, строителям этого храма, Дмитрию Александровичу Мизгулиным. Конечно, наша самая главная почитаемая икона – это образ Божьей Матери Иверской, которая также была освящена на святой горе Афон. Перед ней горит лампада неугасаемая. Только-только подворье преобразованного монастыря, но уже идет служба здесь. Здесь есть и ромонахи, и радикана, есть иноки, послушники. Надеемся, что, раз воля Божия есть на это, будет возрастать и расти. Христос воскресе! Боистина воскресе! Христос воскресе! Боистина воскресе! Христос воскресе! Боистина воскресе! Ханты-Массийский округ – это энергетическое сердце России. Но я думаю, что это и духовное завтра России. Это один из самых духоподъемных регионов России. И это благодаря работе нашего владыки Павлова. Он создал церковь. И вот такая церковь у нас есть в Ханты-Массийском округе. Много ли мне нужно? Мне совсем немножко для моей жизни. Совсем немного. А вот то, что делаешь на века, остается и останется, вот это, оно настолько приносит внутреннюю радость. Человек будет соединяться с Богом там во всех своих просьбах. И ты понимаешь, что это войдет в историю, в вечность для людей. Митрополит Ханты-Массийский и Сургутский Павел награжден тремя церковными орденами Святого Иннокентия Московского 3-й и 2-й степени и орденом Почаевской иконы Божьей Матери. В 2020 году указом президента России Владимиром Путиным награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Но самая главная награда для владыки Павла это любовь его паствы и священнослужителей. А остальное все в руках Божьих. Церковью управляет Бог. Не я, не кто иной. А церковь управляет Господь Бог. Поэтому надеясь, что милость и помощь Божия будет содействовать, сопутствовать. Самое главное, чтобы нам не плашать. Благодарю Тебя, мой Вседержитель Благодарю, Создатель мой благий За плоть, за кровь и мою душу За все Тебя благодарю Творец Ты мой, Ты мой Создатель Ты датель жизни на земле Спаси метущуюся мою душу И всех живущих на земле И всех живущих на земле Благодарю Тебя, мой Вседержитель Благодарю Тебя, мой Вседержитель Благодарю за то, что Ты просишь Просишь, примешь и обнимешь Благодарю за все Тебя, благодарю Благодарю Тебя, мой Вседержитель Творец ты мой, Ты мой Создатель Творец ты мой, Ты мой Создатель Ты датель жизни на земле Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле Благодарю тебя, мой вседержитель, Благодарю за веру, надежду и любовь. Любовь твою к нам безгранична, Ко всем, ко всем земли живой. Творец, ты мой, ты мой создатель, Ты датель жизни на земле. Спаси ведущуюся мою душу И всех живущих на земле. И всех живущих на земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова